Музыка Если я говорю Железову, что каждый сад должен начинаться с нуля и семечки, косточки, выращенные и не пересаженные ни разу в нашем изначальности климате, отсюда пошли проблемы. Одни всходят 100%, а других 0%. Ну что, будем разбираться? Потом, так как этот разговор будет серьезный, то Антон Валерьевич, я вас потом попрошу вырезать этот кусочек отдельно и сделаем отдельный фильм, мы ставим в Ютубе. Очень мало просмотров в наших вебинарах. В принципе, я только проблемы заслабляю, решать их будут уже наши даже не дети, это поколение потеряно, внуки, для них сейчас я все это рассказываю. Так, я пошел плеснуть чаю, 3 минуты перерыв. Знаете, с чего должен начинаться первый урок этого самого, для раздельной школы, для девочек по биологии, нет? С этими сопливыми подростками, что девочки, вам Бог дал жировой пояс на бедрах и на животе. Первое, чтобы вы защищены были от переохлаждения ваших органов, так называемых, как вы их называете, воспроизводства, например, такое название. Второе, тепловая, то есть первое, тепловая защита, второе, защита от рам ваших же, вас же и главное, плода вашего. Нанимайтесь дурью, не портите здоровье ради того, чтобы ходить с худыми бедрами. Мужики подсознательно выбирают женщин с широкими бедрами, подсознательно, потому что им нужны здоровые дети. Вот с этого должно начинаться. Так, Валерий Константинович, здравствуйте. Проблема со всходами вишни и черешни в 19-м году. В вашем вебинаре номер 12, вы показываете сообщение о Дмитрии, он сообщает, что у него не взошла ни одна вишня после рефикации 2 месяца. И он говорит, что слишком мало стратегизировал. Так, у меня ситуация обратная. Я брал руки с рефикацией и справочника про ращивание покойщих семян 1985 года Николаева. Кстати, могли бы и любой справочник, там будет то же самое. Вот, черешня 5-6 месяцев при температуре 3 градуса, дливочная 3-6 месяцев при температуре 3-5 градусов. Ну вот он и брал ее. Теперь смотрим. Вот, и вы видите, что проблем около 10. Вот этот срок только один из них. Итак, у меня в сыром песке в холодильнике костики вишен и черешни проезжали 145 дней при температуре 30 градусов, это почти 5 месяцев. Так вот, сразу я забегая вперед скажу, они не пролежали в 145 дней, они перележали. Ну, давайте смотреть. Вишня Гжуковская с генами черешни. Родина какая? Правильно, Украина. Я туда привез вишню в Жуковскую. Давайте вспоминать, для чего... Ну, есть еще 5-6-7 факторов. Вот в чем дело. Поэтому давайте уж обстоятельно. Итак, Украина. Какой у нее срок? Там, допустим, зимний период. Вспоминаем Германию, Польша, зимние чемпионаты по футболу. Газоны, правда, хреновенькие или искусственные, но, в всяком случае, играет в трусах. Вот. Короче, вот эта цифра, она не удерживает критики. Вот. Поэтому цифра должна быть гораздо меньше. Теперь. Она лежит, лежит. Температура 3-4 градуса. Так. И ей пора было где-то через 67 дней, то есть в два раза короче, сходить. А когда исполнилось 5-6... То есть в 67 дней, я про вишню, через все я сам не знаю. Никогда не прорачивал. Но вишню тут я, это самое, собаку съел. И вот, значит, она культурная вишня, пролежала 67 дней. И в какое-то время она должна попасть в грядку. Почему? Сразу говорю, срок для вас, друзья, высадки. А дальше отсчет идет обратный. У одних цветут деревья, у других снег лежит. Естественно, я не говорю, что марта, я говорю, обратный отсчет. Это значит, что как только у вас из-под земли полезли, ну, травка, допустим, вот в этот момент высадите. Но после, еще раз говорю, то есть в 67 дней. А так как она оставалась в холодильнике, лежали, 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 пошли на второй срок. Все. Поэтому и не взошли. Вот. Или плохо взошли. Ну, черешня я пропускаю. Вишня волочь скороплодная. Два месяца вылазит все 100%. Но уже это, когда ее не осенью на статификат закладывают, а почти весной. Те же пара месяцев. Теперь, значит, человек пытается понять, то есть он, как бы сказать-то, анализирует. Так, ну, плохое понятное, черешня Боднара. К нему тоже относятся к вишня. Знаете, почему? Потому что Боднар когда-то райнировал, громкое слово, но именно из магазинных косточек. А тогда к нам черешни поступали или из Средней Азии, или из Болгарии. Вот даже с Украины не поступали. Вот. И вот с этих косточек. Ну, естественно, что у них статификация зима соответствующая. Вот. И если там зашло две косточки, ну, повезло. Так, при этом абрикосы сливы зашли хорошо. Так, ну, мы сейчас к этому вернемся, к абрикосам. Несколько вариантов. Ну, вот он пытается понять, что случилось. Я ему уже срок назвал. Вот это ошибка. Самая главная. Вот это вот самая главная ошибка. Справочник. Вот. А это он молодец анализирует. Смотрите, что получается. Вот Киселев. Я специально оставил все его данные. Что это живой человек. Что я ни за кого ничего не выдумываю. Имея, в общем-то, небольшое количество. Составил таблицу. Давайте смотреть. Она нам еще больше поможет разобраться. Итак, абрикосы. И, ну, из трех костиков две взошли. То есть, две трети взошло. Прекрасный результат. Я поздравляю его с закладкой абрикосового сада. Дальше будет легче. Самое главное было прорастить. Обратите внимание. 74 дня. Сорчей срок. Мой срок. Ладно. Пойдем дальше. Смотрите. 145 дней. Все вишни и черешни. Степная всходит легко. Войлочная всходит легко. Вот. Жуковская всходит легко. И черешня Боднера. Я ее никогда не... Вот чего единственное не знает, то он не знает. Ладно. Результат 5%. Ошибка вот здесь. А потом уже про влажность поговорим. Слева у сирийской желтой. Дальше пошли почти слева. Результат почти половина. Но терпимо. Смотрим сколько лежало. 148. Моя цифра 90-100. Уже ближе. Так. Вот видите. Уже ближе к моей цифре. И уже всхожесть прошла. Вот. Но она вообще оттугодум. Вот эти сливы. Они... Дело в том, что... Откуда вот эта цифра? Я... У меня-то всхожесть неплохая. Я ниже покажу, да? Ну процентов под 90 обычно. Тут 42. То есть у меня всхожесть в два раза выше, Чем при 148 днях. Вот. А у меня где-то 90-100. И вот получается... В чем дело? Уссурийская. Вот это вот синяя фиолетовая китайка. С универа востока. С Китая. Так. Вот. Ну ясно. Попали они в Россию? Попали. Попали они на юг, допустим... Там уж тот же Уссурийский край, в том же Приморье. Ну извините. С юга. Вот. И естественно, раз с юга, вот это многовато. Многовато. Вот. Ну и наконец груши. Груши 10%. Все на обратной картине. Не знаю, как там справочник помог, не помог. Но вот здесь вот половина срока всего. Ну не половина. Надо бы где-то 60-70 дней. В полтора раза больше. Так. Схользь была бы лучше. Здесь сильно мало. Пролежало. И наконец я хочу... В целом вы уже поняли. Самый смысл. Я что хочу сказать? Нет. Я лучше буду с помощью фотографий показывать. Итак. Чтобы не сказать, что я болтун. Это абрикосы. Это те же абрикосы. Но я воспользуюсь случаем. Для чего? Чтобы показать, что хотите, выращивайте. Это сыновья манджирского абрикоса получается. Они гибридные. Неплохие. Не раз показывал. Неплохие плоды. Вот. Ну это как автомобиль. Жигуль первой модели. Вот. Но хотите иметь мерседесы? Пересаживаются. Осенью обрезка. Приживаются. Это обрезка, пересадка. Вот. Ни одного случая в моей жизни. Гибели. С одной стороны выносливо. С другой стороны вот эта обрезка. Принципиальная обрезка. И потом прививка. Вот. Сливы. Ой. Эти самые. Груши. Схожесть. Груши уссурийских. Нормально? Значит не болтун. Дальше идем. Волочная вишня. Видели? Такое впечатление. Что посадил 500 и получил 1000. Вот это вот такая скорость волочной вишни. То есть за моими словами стоит опыт. Ну и наконец вишни, которым еще черешню я не разножал никогда таким способом. А вишня сибирская штамбовая, бывшая Владимирская, слегка одичавшая. Она, ну я ее не пророчил уже лет 20. Один раз пробовал. Нормально взошла, но тонкости забыл. Ну и наконец вишническое слева. Скажите, жидковато. А что делать? Проворонили момент самый. Там часть уже была знаете какие. Ну потом покажу. Теперь Павел Троценко. Это тот самый из этого самого вся королевская рать. Из золотого моего списка. Те, которые должны в этом возрасте уже. Заниматься настоящей работой. Научной работой. Крайном случае, учитывая порядочность, честность. Работоспособность дикую. Мозги на месте. Грамотность. Ну хотя бы чиновниками. Который стал ругательским словом. Так. Теперь, значит, вот он мне пишет. Ну и все крутые наши компьютерские ключи. Нашего руководителя. Антона Валерьевича Сафронова. Все стали садоводами. Все заболели. Вот Павел Троценко пишет. Тоже стал садоводом. Напоминаю. Редактор моих книг. Мой помощник. Дело в том, что я изучил практически все ваши материалы. И все равно сгною косточки. Заметят, сгною. Вот. Там были варианты, помните, высушил и так далее. Перележали. Некоторые люди покупают, скажем, на 10 тысяч рублей косточек. Потом все сгнивает. И они винят вас. Несмотря на то, что они сами виноваты, как в моем случае. Теряете от этого вы. Так как эти люди расстроены. В дальнейшем вас покупать ничего не будут. Жестокая правда. Знаю, что вы отправляете им фильмы о вращивании косточек. Но, наверное, этого недостаточно. Может быть какие-то инструкции вам вкладывают бандероли, акцентировать внимание на ошибки. Сейчас вы встанете на мое место и поймете то, что я. Во-первых, каждый раз, когда мне добавлялись дополнительные вопросы. Не пора ли высаживать. Я всегда, это стало сказать, где фиксы. Я говорю, смотрели вот этот фильм, вот этот, вот этот. Это все про сертификацию и про посадку. Первые два, это подробнейшая посадка. Вот они. А потом сертификация, сертификация, сертификация. Раз, два, три, четыре. Вот. Знаете, что отвечает большая часть? А мы не смотрели. Теперь, потом поймете, где типичные ошибки, что из этого выходит. Уже кто посмотрел, у них не будет 100% схожесть, но 50% уже гарантирую. Ладно, идем дальше. Смотрите. Вот это вот все с одного дерева. Это манджурский мой абрикос, патриарх тот самый. Вот. Я написал слово сорт, чтобы... Сейчас будет много этих. То есть мы будем смотреть со всех сторон. Это все надо знать, особенно тем, кто собрался зарабатывать. Помните, вопрос был. У меня сколько нужно... Я говорю, гектар. А сколько нужно на нем посадить? Я говорю, столько. А это же все деньги. А если все вот так будет? Как вот на этой фотографии. Эту фотографию я сделал в своем саду. Вот. На второй год после того, как они упали. Вот. Ну, смотрите. Я... В данном случае мы это все изучали с вами. Помните вебинары. Я уже на другую тему. Я о том, какой у них характер. Одни не выдержали, сгнили. Условия абсолютно одинаковые. Все под одним тоже снегом лежали до весны. Одни сгнили, а другие... Одни пошли в рост. Третья что-то думает. Вот. Четвертая догнивает. Большинство пропало. Так нет. Это при том, что еще не закопаны. Значит, что получается? Каждый сорт имеет свои особенности. Тем более, что если они с одного дерева... Показали все разные характеры. Теперь откуда взялся этот характер? Сейчас я вам ниже покажу, откуда. Итак. Рядом растет королевский. Вот рядом с этим. Скажите, не опыляют друг друга? Ну, кто-то будет смеяться, если я назову слово, допустим, телегония. Вот. Ну, это тоже же проходили, да? Вот. Какая... Самые мелкие и одни из этих самых мировых лидеров, да? Королевский Франция. Вот. С другой стороны от него растет академик. Вот. Ну, ни один академик его уже не признают за академик. Вот. Ну, ясно, не из магазина. У нас такие не продают на рынке. Сливы продают. Я вешал сливы до 140 грамм. Абрикос таки крупно к нам не поступает. Вот. Это мое родное. Это видели на деревьях. Вот. А он-то с этого, с Дальнего Востока, там совсем другой климат. Вот. А потом получается вот это вот, 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 вот. Вот. Пожили рядом, как в одном общежитии. Я называю Смерчный сад. И испортим сорт. Интересно, что это Николай Ильич Курдюмов. Там так... Ну, иронично. Не то, что железо сорта портит. Ну, иронично, ясно, что с одобрением. Не подумайте, что. Вот. Ну, действительно, нет. Условия разные. Нет, условия одинаковые. Даже один сорт. А теперь этот поработал, этот поработал. А это вообще у него... Это тройной гибрид. Вегетативно-семенной. Нет. Вегетативно-перекрёстно-пыляемый. Ну, короче, там здесь Королевский замешан. Вот этот. Вот этот. И вот этот. Папа вот этих самых. Вот. Это Фаина та самая, да? Вот она. Вот, видите. Похожий? Нет. Я... Кстати. Елена Александровна, вы, может, сегодня не увидите. Вы же всё-таки в командировке. Вот. Пожалуйста, это... Как нам нужен человек, который вот это воспримет ни с подозрением, ни это. Вот. Я приводил этот пример. Выступает сотрудник или директор ботанического сада. Региональная конференция проходила в Иркутске. Мне прислали ролик. Значит, ему задают вопросы зала. Как вы относитесь к вектринговизации Железова? Ответ. Вот это и есть в ролике. Это не шутки. Знаете, какой ответ? Правильно. Значит, научное сообщество этого не это самое. Не то, что не... Как сказать? Это... Это... Не сказал, что не понимает. Слово-то. Научное сообщество. Этому не верит. Нет. В общем, нету вектринговизации. Но это и не я придумал. Вот. Кудина, Марина, подтвердите. Я же это самое... Вас представлял здесь, как... Человека, который выступил на конференции, не побоялся. Выступил с технологией Железова. Так. Так, ладно. С этим понятно, да? От сорта зависит. Температура. Температура там упоминалась 3-5 градусов. Выдержать её в холодильниках невозможно. Почему? Дело в том, что вот эта дама, которая создала справочник, она смогла обеспечить там 3-4 градуса, или сколько там, постоянно. В холодильнике попробуйте удержать. У стенки, я сам пробовал, замерзает. У передней этой самой распускаются. Ну, прямо... Даже на месяц раньше, чем ещё бы полежали. Но уже среди церкви начинают распускаться. Даже в одном холодильнике выдержать невозможно. А теперь, что такое хранение у Железова? Итак, погреб. Видите? В начале. Здесь температура очень высокая. Только к нулю опускается только в середине зимы. А когда закладываю, тут 15-18 градусов. Ничего. Кто знает, мои косточки прекрасно хранятся. Проветривание. Курдюм подсказал, кстати. Я тоже учусь. Вот. Я не всезнайка. Ну, время от времени проветривание. Вот. И хранятся в сухом виде. Закладка. Как можно раньше. То есть, если... Видели в фильмах, как ковыряют мои семена. Абрикосы в конце июля. В начале августа уже подвержены гниению. То есть, упали. Потом их ковыряют. Отделяют полусгнившую мякоть. Потом моют. Потом сушат. И сразу вот это все. И фактически... Помнишь намек какой? Стратификация началась. Ну, назовем ее полустратификацией. Потому что в сухом виде. Стимула для просыпания пока нет. Дальше. Эти так и лежат. Там они стратифицируются в этом же погребе. Это Сергей Железов делает. А вот это вот я перевожу в город. Начинаю уже с сентября. И начинаю вам продавать. В начале пасуется по 10 штучек. Небольшими порцами. Потом снова. И по мере распродажи пополняются эти же банки. Вот. В сухом виде. Наконец наступает январь. И я тогда занимаюсь чем? Я занимаюсь сратификацией. В начале январь. Ну, это те, кто будет сухие. Чтоб вы знали. И как-то сложно сделать инструкцию, чтобы вы поняли. В январе начинаю эту работу в начале с ливы. Причем я знаю. Накиды. Смотрите. Первый палец. Февраль. Второй март. Третий апрель. Получается, как правило, заказывать и высаживать на границе апрель-май. Вспоминайте майские праздники. Вот. Много выходных. То есть под эту я подстраиваюсь. Не под всех. Вот. Далее случается следующее. Человек получает этот сигнал. Допустим, он отправляю я с этим, как сказать, без этих шуток, без схожести. Получает. Вот это идеально. Идеально. Вот. Но начинается самое страшное. Вот человек... Я не могу подстраиваться, допустим, под Тюмень или под это самое. У меня и Сочи заказывают. Вы поверите, нет? Сочи, Одесса, Анапа, клянусь богом. Сочи, Одесса, Анапа, Адыгея. Так. Северная Осетия. Кабарда. Ну, куда южнее-то? Вот. Заказывают. Ну, там-то надо быстрее. А в Тюмени снег лежит. Да еще метровый. Вот видите как. И вот получается так, что под конец чего несколько советов дам общих. Ну, типа не ложите в одну корзину. А так получается, что вот этот сигнал пора высаживать, а у вас еще снег лежит. И тут начинается самое противное. Первое, несколько проснувшихся косточек, как правило, 2, 3, максимум 4, высасывают всю влагу. А фильмовый не смотрели. Вот этих. Так. Ну, ладно, не буду их не встать. Нет, все-таки лишний раз покажу. Фильмовый не смотрели. Вот. Вот они. И понятия не знаете, не все, а многие из вас, что высосав влагу у 2-3, редко 4-х косточек, а с оленем зайдут никогда. Почему? Потому что у вас снег, а вы продолжаете хранить все еще в это самое, в этих же пакетиках. Ладно. Получаю 2 фотографии от одного из вас. Это обстоятельные люди. И деньги затрачены немалые. Вот это я понимаю. А здесь еще и градусник вот он есть, видите. Вот это уже серьезные люди. Перепаковали. Ради 10 штучек вот уже сколько это самое. Так, идем дальше. Сроки. В принципе, про сроки я сказал. Но еще надо кое-что уточнить. Сроки еще зависят не только от температуры. Вот не зря же вот там до 150 дней лежат. А я сейчас сказал. У вас выдержать такую температуру, как дама, которая написала этот самый, как он называется, этот справочник, вы не можете. Вы будете хранить или в погребе, а там температура не бывает ровной, или в холодильнике, в которой 20-40 дней за день вы хлопнете дверцей, допускает туда тепло. Вот что надо делать? Средить надо, во-первых. Вот это ждет некоторых из вас. Это у меня. Уже вот это фотографии сделаны. Вот это фактически вовремя. Вот это сливы. А вот это вот месяцем спустя. То есть уже выбрасываем. Ну, не продано. Вот это тоже. То есть говорить, что я вам выслал сухие семена. У меня единственный случай такой был. Я тут же пишу, возвращаю деньги обратно. Почему? Потому что ни одного упрека в моей жизни не должно быть. Допустим, я честный человек. Ну, доказать не могу, значит, возвращаю деньги обратно. Вот это, как правило, происходит с моими семенами. Вот. Теперь, ну, я еще не все сказал. Значит, если 5 градусов, 6, а семена уже статифицированы, то зайдут раньше. Если там будет градусов 8-10, ну, в тепле вы вряд ли будете хранить, вот, 8-10, то уже вместо, там, 2-3 месяца, допустим, абрикосы, зайдут через месяц, через полтора. Вот. Еще не смертельно. А вдруг там снег. Значит, смотрим, разбираемся дальше. Ландшафт. Вот это вот фотографию я делал в Червушках. Вот. Просто показать, стоял на дороге, вот, просто показать крутизну. Вот. А она мне пригодилась для чего? Там горы. Но горы очень хитрые, своеобразные. Думаю, да, это не только Червушка. У нас горы Эдайя, Караки и прочие там эти разные лага. И там интересно так, что у одних вот сюда солнце бьет, так, здесь уже цветочки цветут. С той стороны снег лежит. И там тоже дачи. Вот и учитывайте это тоже. Тоже. Ландшафт очень важную роль играет. Потому что есть южный, северный, склонный. Есть еще восточный, западный. Восточный холодный, а западный самый жаркий. Видите как? А это скажется на схожести. А где-то, вы ждете, снег сойдет, сойдет, сойдет. Пошел третий месяц. Не обязательно они так зайдут. Вот так вот. Не обязательно, нет. Они, если вы выдерживаете, честно, как справочники, 3-4 градуса. Вот чека же не взошли. Так? Вот. Или мало зашли. То получается, что они пропустили срок. Все. Вот она сухая, она садить надо было в апреле. А вы посадили в мае и не всходят. Вот. А вы еще прикинули, да, вы заложили цифрикацию. Ну, допустим, где-то в ноябре. И начинаете отсчитывать эти же самые 5 месяцев. Декабрь, январь, февраль, март. Ага. Нет, допустим, это самое. Таким образом, что шестой палец, пятый шестой палец загибаете уже в мае, в июне. Посадили, все по справочнику, не взошло. Отсчет идет обратно. Вы должны знать, когда у вас первые листочки, ой, первые эти из-под земли появляются. Вот тогда и садите. Вот она, верная примета. В это время все распускаем. В это время поступает команда с неба. Про небо мы еще поговорим не раз, идем дальше. Ландшафт важную роль играет. То есть, вот одна банка, и варианты я уже беру в целом, округляю. Здесь зашли, там не зашли, или в какой-то месяц, или другая банка, срок сертификации сдвинут на месяц, туда или сюда. Тут не взошли, там зашли, с той стороны, где снег лежит. То есть, где на месяц позже оттает. Вот это ландшафтная проблема. Еще не все. Почва. Ну, на исторической родине, друзья мои, почва предназначена, это самое, для семечек. То есть, в одном месте посадили. Ничего, ни одна не взошла. И с этой же банки, подчеркиваю, точно до секунды. То есть, засыпано было в одну банку, все, все совпадает. Все, все, все. На другой почве взойдут все. Это и имеет место быть. Раз. Что касается состава почвы, то есть, это касается почвы самой как таковой, так. И это касается, чем была эта почва, фактически это та же, как почва, что ландшафт, оба слова подходят. Потому что я вам уже сто раз об этом говорил, у вас получается так, что если до горизонта там десятки километров за 20 дней, когда съели последнюю овцу, 30 лет назад ее съели, и не выросло ни одного дерева, ни одного саженца до горизонта, значит, нечего там и сад садить. Понимаете? 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 Вот. Вот стоит город, вот Саиногорск, на той стороне, там где у меня Красный Хутор, да, да, и где этот самый Шушенский район, там прекрасно, там все великолепно, там такая клима, там такой замечательный этот самый Сосновый Бор, Саинский Бор. А на этой стороне, черт из два, степь, и город поставлен прямо посреди степи. Геопатогенных зон моря, уж я-то в этом разбираюсь. И везде геопатогенная зона, что бы вы ни делали, а они есть, практически я их находил. У нас предгорье, у вас, у кого неудача, я не знаю, но в нашем предгорье геопатогенные зоны встречаются кусочками, так называемые гипломеста, практически в каждом 10-20 соточном участке. Редко мне это самое, удавалось не найти, проще найти. Вот эта вот почва, это еще одна проблема, поэтому такую почву надо садить или саженцы, где накануне ничего не зашло, или уже проросшими косточками, тогда они пойдут расти. Если проросли, без сигнала с неба, сигнал с неба поступает, когда поступают семена в новое место, без команды не сходят. Программа так устроена. Как бы не смешно вам казалось, то, что я говорю, проверено оно тысячекратно. Далее, геопатогенные зоны еще можно выявить с помощью рамок, но сколько я фильмов создал, сколько я рассказывал, как их делать, длинных спид связываний. Из электродов, вот, как легко научиться, вот, как жили люди, это самое, то есть на тысячу человек, дай бог, если один владеет. Да какой на тысячу? У нас в городе, по-моему, у нас всего двое, на 70 тысяч, кто владеет ими. Но мы же не ходим по этим квартирам, не учим, как спасать от смерти и от рака людей. Вот, и на дорогах мы тоже этим не занимаемся, не востребованы. И вот, значит, а семена все это понимают. Ориентируйтесь всегда по ним, не взошли в подозрительное место. Влажность. Важнейший момент. Угадать, я, иногда я, может, я глупо сделал, может, нет. Но в одном из тех фильмов я упоминал цифры 6 к 1, соотношение влаги и, то есть это, соотношение песка к влаге. Вот, и 7 к 1, вот в этих пределах. Потом зарекся, думаю, вот человек все сделает, как я сказал. Ноль схода, опять гони монету обратно. Вот, знаете, как неприятно же возвращать деньги, которых уже нет. Вот, и получается так, что влажность это важнейший момент. И мне присаливают эту фотографию. Это мои абрикосы. Вот. Как можно к ней отнестись? Я уже не помню, несколько лет прошло. Так. Хранение было своеобразным, видите, я так не храню. Скорее всего, это мох какой-то, может, фагма, может, просто мох. Вот. И вот мне эта фотография нравится чем? Потому что тут две темы. Первая. Обратите внимание. Влажность, конечно, высокая, даже глаза режет. Но одна шкнила, а две-то взошли. Опять возвращаемся к чему. Так, кстати, крупненькие котики, маньчжурская гибридная, да? Согласны? Он уже это, он гибридный. Я специально подчеркнул, что это маньчжурский гибридный. У него вон какие папы. А, еще раз покажу. Ну, куда мне спешить? Бесплатные вебинары. Хотите, слушайте, не хотите, все равно слушайте. Пригодится. Вот. Вот они, папочки. Вот они. Хе, здорово, да? И вот, значит, это. Это я сейчас только обратил внимание, что подписывал-то не я, а тот, кто купил у меня их. Новый хозяин, да? Вот он пишет, абрикос маньчжурский гибридный. Шестнадцатый год. Так. Крупные косточки. Глаз режет. Так вот, значит, два взошли, один неизвестно, один сгнил. Я не помню, зачем он присылал. То ли претензии предъявлял, то ли похвастался, что вот взошли, но не все. Мне пригодилось для вас, чтобы влажность, будем считать, это самое, влажность, имеется в виду во время хранения. Вначале сухие, а потом влажные пески, это называется уже в холодное время, то есть в холодном климате, несколько градусов плюс. И, наконец, вторая влажность, это уже после высадки. Итак, большинство должно, вот это прям вот хоть час высаживать. Вот они сто процентов зайдут. Вот чем они хороши, еще мой дополнительный совет, уже не про всхожесть. Но если вы посадите на постоянное место, вот, не вздумайте уже в эти горшочки, чертовы. Есть возможность, садите на постоянное место, если уже земля хотя бы на два пальца таяла. Почему? Вы же будете делать холмик, а холмик, он так быстро высыхает. Там так трудно, это, на ровном месте, очень легко сохранять эту температуру, ой, влажность, да, определенную. Полил ее, все. А холмик высыхает махом. А еще мой совет, не закапывать глубоко, представляете, ужас какой-то, а не совет. Вот, не закапаешь глубоко, он не взойдет. Я не шучу, но мы там пойдем пониже. Итак, есть влажность, прихранили, полюбовались. Я человека поздравляю, надеюсь, что есть там, тут их, наверное, десяток добрый. Мы будем считать, что у нас состоялся в 16-м году. Вот, и так влажность доопределили. Влажность после, дойдем до нее. А, уже глубина посадки, надо было еще мне про влажность после. Ну, тут можно обойтись без фотографии. Итак, влажность после. Это мой совет, садить на постоянное место на холмы. Если много, можно все-таки отдельной грядкой, школкой, с последующей пересадкой. Но не всех, чтобы лучше все равно оставались на месте. Вот, там проще в школке, поливать легче. И, знаете, почему? Другая крайность, я о ней буду говорить. Садить, ниже скажу, там, где влажность, то есть нужно садить неглубоко, но при этом низко, трудно выдержать влажность. И, получается, у заглубленных схожесть лучше. Когда спрашиваются, что железо в голову морочит. Заглубленных схожесть лучше. Ну, ладно, смотрим дальше. Вот эту фотографию мне прислали. Вот. И вот железо утверждает, вопреки авторам, уже неудобно фамилии называть, потому что уже, я уже, надеюсь, сгорели со стыда, и уже готовят статьи, что, мол, уже не то, что там мы были, мы ошибались. Не такие статьи ошибались, я железо поправил. А просто не закапайте глубоко, потому что нельзя, чтобы там оставание штамба было под землей. Потому что у них есть корневая шейка, она не должна быть под землей. Корневая шейка – это граница земля-воздух, она максимально выдерживает перепады температуры, влаги. Потому что если есть коррозия металла, значит, точно так же можно считать, что есть коррозия и растений по железу. Ну, так скромно фамилию назвал, чтобы отличали от этих глупостей, типа закопать на 5-6-7 сантиметров. На 10 сантиметров учат, и лучше всходят. Вот саженцы, обречённые на смерть. То есть мы по какой теме проходим, глубина посадки. Вот эту фотографию благодарю, сейчас фамилию не вспомню, снимаю память. Человек, который железо посмотрел, почитал, поверил, и вот он, персик, видите, откопал вот эту подземную часть. Теперь у него, когда он откопал, штамп стал уже не куском гниющим от корня, не под землей, а штамп вернул своё назначение. Он снова стал штампом и даже выпустил запасные почки. Ой, когда-нибудь мы с вами доберёмся. Вот, вы знаете, ну так мне всё время на богословскую тему, ну не буду, но я только одно скажу. Если отдельная клетка, не саженец, который с помощью ДНК, то есть это одна молекула, короче говоря, то, чего нас заставили и привычили думать, что из чего получается дерево семени, дерево получается даже из одной клетки, это значит, что не было никакой, это самое, то, о чём мы привыкли говорить, дарвинизма, и не было никогда этого, эволюции. А если была, то не миллиард лет назад, а триллионы лет назад. Вот, но это опять уведу во сторону. Итак, откопал он, спас клеток, а каждая клетка, это готовое дерево, в данном случае корни им были не нужны, но эти самые веточки появились. Вот, благодарю, благодарю, вот он отметил, где было закопано, где теперь у него, видите, вот. Тут написано, корни, корни, вот они, вот тут, вот. А величайшая, да, возможность у некоторых растений, кстати, персика плохо, абрикосы не поддаются практически, те растения, которые имеют эти отводки корневые, это как бы сигнал, что они особенно, особенно яблони, и закапывают, и они вот тогда, вот эти же клетки, выпускают уже эти самые, не листики, не побеги, а выпускают корешки. Но в целом дерево гниёт, в целом дерево гниёт, и на один случай, если брать страну в целом, и советы дебильные закапывать поглубже, раз, по прививку два, и даже выше прививки три, то на один счастливый случай образования корней и выживания, посредительной болезни, приходится не сотни, а тысячи мёртвых. На каждый случай, вот это вы тоже должны знать. Поэтому, вот это вот, святая глубина посадки, надо знать. Дерево, обречённое на смерть. Дерево спасённое. Дальше идём. Вот это вот, один из моих, как их назвать, ключевых фотографий. Вот. Я вам её показываю, коротко. Прекрасно растут в горшках. Я, немедленно с горшков высадить. А на сколько вы закапывали? Её же пересаживать надо. Она говорит, сантиметром на 5-6. Как учили нас. А дальше книга, фамилия. Немедленно, говорю, раскопайте, пришлите фотографию. Как чувствовал. Они же в горшках-то всегда сыро. Это же, в земле происходит распределение влаги по всей, по горизонтали. О чём многие не знают. Всё время с домашним растением вот это вот путают, эти гордые, но хрупкие деревья, абрикосы. Вот она. Видели? А? Назвать фамилию, к кому я обращаюсь. Вот. Вот это вот я называю наглядность. Что я имею в виду? Эту фотографию мне прислали. Я когда-то свою демонстрировал, но я всё время стараюсь новой фотографией. Стоит только проклюнуться, и уже пора высаживать. Это просто как витрина. Человек сделал то ли специально, то ли не специально. Вот. Плохо трамбовал. Но именно в таком случае я так определял сам, когда пора высаживать. Вот это вот наш главный враг. Многие говорят, посадил ваши котики, ни одна не взошла. Когда семидоли под землёй, понятно. Вот эти котики говорят о том, что... Ну, это Сергей садил, это мышь съели. Я вам покажу фотографию, где эти же саженцы лежат на боку. Ну, как будто их пилкой для ногтей кто-то подпилил. Так вот, здесь эти на виду. Семидоли были, раз, косточки. Это наш сад. Моя фотография. Раз, косточки на виду, значит, семидоли были на виду, значит, всё было хорошо, кроме одного. Их съели мышь. Вот. Это вот мышиная столовая. Объясняю. Меня надоумило не я. Это у меня так совпало. Вначале пришло письмо. Мария Красненович, а ведь я зря там того, что это самое, может, не то подумал. Ваши-то косточки я нашёл. Садил-то он их, как это, как грядка, школка. А нашёл их в сторонке в нескольких метрах в одной кучке лежали спрятанные. То есть их мыши из них сделали кладовую. Собрали всё. Когда садишь неглубоко, что может получиться? Может, глубоко сгниют. Неглубоко. Который мне позвонил или написал о том, что мыши у него украли все косточки. Они же их унюхали. Неглубоко были. А были бы глубоко и целы были бы. Ну, что потом бы сгнило. Вы поняли, как трудно будет, если когда-нибудь, я ещё не всё сказал, но упреждаю. Хочу что вам объяснить. Если когда-нибудь будет всё-таки, здравый смысл забладает, разгонят Академию наук. И вот получилось так, что я узнал новое. У меня таких новинки нет-нету попадаются. Что мыши воруют. Но тут случилось. Думаю, дурак ли я? Урожай хороший. Я решил запастись. И собрал всё. Вот. Я думал, что собрал всё. Именно вот под такими деревьями. Вот помните, роскошное. Вот это и есть королевский абрикос. Под ним не было ни одной плода. Но когда пришла весна, а мелкие вообще не сыграл вот эти вот. Монжурши у них сильно много было. Амура было много тоже. Лежат, не мешают. Вот. Они взяли и всё стаскали в четыре такие кучи. Причём ошибки нет. Это королевский. Здесь не было ни одного плода. Это значит, что каждая косточка за 5-10, а в 50 метрах росли те же Амура и Маджурцы. Так. Были перенесены сюда каждая косточка. И в течение зимы они были съедены. Это всё разгрызено. Там неровно, это не расколот, а разгрызено. У меня есть фотографии более такие подробные. Вот это, пожалуйста. Ещё один минус. Вот вам и закопка. Вот вам и это. Хотите иметь здоровый саженец? Надо, наверное, покупать тогда больше, чем рассчитываешь. Потому что, ещё раз говорю, или ты их сгноешь, вот, или мыши съедят. Куда крестьянину податься? И вот, когда это всё надо знать, так, вот, это что означает? Когда надо знать, это значит, что вы их уже будете заказывать. Несколько раз больше, чем собирались. И никуда вам от этого не деться. А по-хорошему, если бы он заказал, допустим, ну, там, 300 косточек, 500, при всех неудачах у него всё равно бы сад состоялся. А потом, сомневайся, фильмы смотреть долго, и не хочется, ну, тогда, это, разбей, половину посади под осень. Я начинал, как все, садил под осень. Я посадил тысячу косточек. Я посадил тысячу семян уссурийской груши. Вот. Несколько лет я перекопано. Так. Ладно. Копано-перекопано. На второй год зашла, я снова с деньгами. Проходит пару лет. Снова мне нужны семечки. Я сажаю груши. Опять под зиму. Я долго шёл к корсификации. Возиться с ней, ещё чего. Побольше посажу. Опять посадил не меньше тысячи. Не взошла ни в следующий год. И на второй год не взошла. Почему? А остальные-то годы. Такое же, вероятно, такое, что полностью, такое впечатление, что все до единово сходили. Вот. И были там антидетические случаи, когда взял, песком посыпал, чтобы лучше всходили. А кот пристроился. Представляете, грядка посыпали жёлтым песком, а он давай ходить в неё. Вот. Что вы думаете? Уже гоняли этого кота, и отучали. Бесполезно. А куда деваться? А он всё равно туда ходит. Жёлтый песочек ходит. А он был сверху этих семян. Хорошо, дружно взошли. Хотя я лапами всё перекопал. Вот так бывает. Но это я антидетический случай рассказывал, чтобы немножко атмосфера не была сильно грустная. Вот его варианты. Как я собрал коллекцию абрикосов этих самых. Помните мой рассказ? 1500 костик посадил, 170 зашло. Ну, мне их за глаза хватило. Раз. А главное, взошли те, которые при прочих равных условиях, они же сухие садил. Я вот никогда не замачиваю. Ни весной, ни осенью. Я сухие садил. А почему взошло 170? Они все с одного дерева были. С этого же Манжурса Патриарха. Но зато они прошли отбор, а теперь это их родина. Результат вот перед глазами мышей кормули. Видели? Вот сколько я наговорил. И отбивайте свой заказ на осеннюю посадку и весеннюю. Весеннюю, значит, чуть стрессируйте в два, пару сроков. Допустим, в один срок по железу, в один по справочнику. Вот. Храните, допустим, одна баночка, допустим, в одном холодильнике, другая в другом. Чтобы деньги все равно, условия разные. Третья в погребе. Ну, в общем, поняли, да? Вот я все это хотел сказать. Почему? Потому что я не смогу составить справочек. Этот случай, этот, на всю жизнь мне. Вот. Ребрик, Александр Алексеевич, да? Самый авторитетный из моих слушателей. Случай из моей практики, который перевернул, да, их было два случая, которые перевернули. Спасибо.